Итак, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Франкенштейн, он же Баттерфляй, он же Алексей. Сегодня мы продолжаем ехать в нашу Бразилию из Санкт-Петербурга с помидорчиками. Ехать нам еще достаточно долго, так что давайте не будем долго рассусоливать и поедем. И по дороге заодно обсудим те вопросы, которые у меня скопились за последнее время к разработчикам этой прекрасной «Вы». Вот. Поехали! Хотелось бы начать с того, что как бы все то, что они делают, достаточно интересно, увлекательно, позитивно. Но в то же время хотелось бы также отметить тот факт, что очень приятно было бы. Двигайтесь прямо. Очень приятно было бы, если бы разработчики Евро и сообщества РСКФ сделали бы такую фишку. Работали бы с товарами, как с компаниями-перевозчиками товаров, так и с самими. Муниционалом сборки заказов, когда ты забираешь груз в компании и везешь его куда-то, просто выгружаешь и все. Но, если бы они реализовали бы в этом плане немножко более, больше изотечественности, чтобы продумали механику того, чтобы хотя бы чтобы был показан процесс, как загружается фура. И, в принципе, если бы добавили бы такую механику, чтобы можно было бы, к примеру, заезжать куда-то на поля, забирать груз оттуда, чтобы можно было видеть, как идет процесс погруза. Затем продолжайте движение прямо. Затем продолжайте движение прямо. Ну, чтобы, знаете, вот у меня вообще мысль, как бы я мечтаю, думаю, что навряд ли моя мечта сбудется, чтобы разработчики из компании СКС либо объединились, либо сделали бы один совместный продукт с фарминг-симулятором, то есть было бы очень прикольно, если бы, к примеру, можно было бы так же на фуре приехать куда-то в поселок городского типа, на ферму, на ту же, да, забрать зерновые какие-то, забирать скот какой-то и перевозить там с одной точки в другую, чтобы можно было бы, к примеру, либо один заказ, к примеру, ты на базе берешь там заказ, да, просто, сейчас мы как бы перевозим от одной точки до другой точки, чисто от А до Б, было бы прикольно реализовано, если бы, к примеру, в одну машину влезал бы груз на 5-6 точек, да, чтобы можно было бы заезжать поочередно там в разные города, там часть груза сбросил, взял куда-то дальше там по пути следования другой груза, вот, и было бы очень классно. То, что они сейчас делают, в принципе, как бы, очень увлекательно, интересно, да, Держитесь левее, затем продолжайте движение прямо. Двигаются куда-то вперед, разрабатывают игру, улучшают ее, какой-то геймплей, разнообразие приносит. Но, в целом, почему-то, блин, ну, это очень медленно идет, да, и вот на протяжении нескольких лет, игре уже, как бы, немало лет, она довольно-таки долго на рынке игр находится, и только в последнее время разработчики начали какие-то изменения в плане физики делать. Там, стекла добавили, ну, сейчас на общем тесте тестируется, сначала добавили в Америку, теперь делают для Европы. Но, в целом, ну, очень-очень медленно все это делается, и... Хотелось бы, к примеру, чтобы это было более, так сказать, ну, побыстрее, что-ли, наверное. Вот. Потому как геймплейно это очень интересно, хорошо, да, они вроде обновляют парк машин, прицепов, там, все это делается, как бы, для игрока, да, для пользователя. Но, в целом, как бы, не очень быстро это все делается. Вот. Просто я, как бы, одно время играл и в фарминг-симулятору, то есть в ферму, вот. И там, как бы, мне понравилось то, что там как-то более все это, скажем так, реализовано. Что можно там выразить, к примеру, ты компанию начинаешь и... Ай, сука. Блин. Надо было остановиться. Ладно. Подрезали немного чувака. Просто очень хотелось бы, к примеру, начинать, если брать перевозки, то... Да, я понимаю, что, если бы, к примеру, появился такой проект совместный у СКСС с разработчиками фермы, то, в принципе, там бы был бы выбор, либо ты начинаешь карьеру как перевозчиком, да, либо ты начинаешь игру простым фермерам рядовым, то есть у тебя своя компания, да, участок земли, там, скот, все, ну, вот как ферму, к примеру, кто играл в ферму, ты знаешь, что в ферме реализовано все немножко более, так скажем, утонченно, да, там можно и полями чисто заниматься, кому больше нравится животноводство, те через какое-то время начинают покупать скот и разводить уже скот, то есть тем более же животноводство, скажем так. И в этом плане же, в этом же геймплее можно было бы реализовать перевозку товаров с фермы в город, либо по городам, к примеру, у тебя большая ферма, и ты обслуживаешь, там, к примеру, сеть гипермаркетов, там, магазинов, и вот у тебя, к примеру, раз в неделю, там, раз в две недели, там, крупная поставка твоего удовольствия в эти, в эти же сети. Было бы, я думаю, очень прикольно, ты бы брал на несколько точек груз в машину, загружал и попер. Там, в течение дня тебе нужно, там, в течение дня-двух тебе нужно развести по точкам свой товар. Ну, и как бы, в целом, было бы очень увлекательно и интересно, то есть был бы стимул у игроков играть не только в дальнобойщики, но и в Евротрек, Американтрек, но и также в фарминг-симулятор. То есть был бы выбор, либо то, либо другое. Но в целом бы это, то есть был бы выбор, как быть просто перевозчиком, либо быть производителем продуктов. То есть быть, скажем так, как у нас сейчас, мало-средний бизнес, либо того, куда можно было бы зарегентировать свою компанию и пытаться когда-то геймплейно всё это развивать. Но что ещё нравится мне вот именно вот в такой сфере, которую можно было бы создать, да, к примеру, это своего рода симулятор. Затем съезд справа. Он вроде как бы игра, да, игра в целом, ты просто играешь, но в то же время это своего рода как бы... Съезд справа. Своего рода, скажем так, учитель какой-то, самоучитель, то есть человек ознакомливается с геймплеем, со всем этим, с профессией там, да, она, конечно, скажем так, в ускоренном формате в каком-то, ну, по крайней мере, человек уже первые азы получает, начиная играть, да. В жизни, в принципе, оно точно так же, но только что всё намного сложнее, и как в плане финансов, так и в плане вообще развития своего сельского хозяйства. Да, и, в принципе, в транспортной компании тоже не всё так гладко и просто. Казалось бы, на первый взгляд, я там купил пару машин, которые стоят на данный день очень, скажем так, дёшево. Всё начинается там с таких сгрузоперевозок до полутора тонн машинки, мини-фурвончики эти. И уже по мере разрастания компании у тебя растёт коллектура, а также растёт прибыль в компании, и ты уже можешь себе позволить купить крупнотоннажную технику и перевозить уже довольно-таки большие закаты. ну, и здесь, как бы, в принципе, можно было бы сделать вот такой вот такую же физику можно было бы сделать, и людям было бы интересно, как бы, смотреть, учиться. и в жизни у людей было бы всё более проще, и их не было бы. Чего я еду? 80. Далёшь какой штаб? А, 70. Чего-то я, блин, не наследил за спросником за этим-то... за ограничителем. Сейчас 130. Я думаю, что кому интересно будет, хотелось бы почитать ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу, как вы смотрите на это. Кому было бы интересно, в принципе, играть в такой формат игры, я думаю, что многим бы стало бы более интересно играть в такой формат, у человека было бы... был бы выбор, и геймплей стал бы в разы увлекательнее, нежели просто сейчас, играя в Европроект, просто берёшь груз, то покатишься, блин, через полмира, блин, в точку доставки. Это, как бы, очень интересный такой вариант развития событий. Я вот просто сколько наблюдаю за теми личностями, которые освещают эту игру, и ни у одного из них, я, по крайней мере, не слышал такой мысли, как вот объединить два проекта в один и сделать ещё более грандиозный проект какой-то. люди играли в одну игру, но в то же время были по демплею задействованы в обоих проектах. Это же идеально, в общем, был бы стимул и смысл развивать оба проекта в разы быстрее, в разы лучше, добавлять какой-то поощрительный, там, скажем так, бонус игрокам. Даже пускай бы, там, приходилось бы какой-то в какой-то сфере вносить финансовые церства реальные, да, там, например, до тысячи рублей, там, в месяц, грубо говоря, да, но за какие-то плюшки, ну, в целом, было бы, я думаю, намного интереснее. Съезд справа. Съезд справа. Съезд справа. Так, вот я прикрепляю вас. На кольце первый съезд. Сейчас съедьте. Поехали. 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 Поверните направо. Соломан. Так. Так. Они как-бы есть под демплеи, да? А... И фактически нигде особо не увидишь. Хотя было бы... Побольше, наверное. Реалистичности, если бы они были. Да и тротуаров, по сути, нет. Приготовьтесь к повороту налево. Так, мне ещё 8700 километров ехать надо. Субтитры делал DimaTorzok На кольце второй съезд. Сейчас съедьте. Так что, ребята, вот такие вот у меня мысли. В принципе, я давно крутил в голове, но всё как-то, блин, не решался произнести вслух. Ну, блин, было бы действительно круто, если бы, к примеру, разработчики двух игр нашли в общий контакт и сделали бы какой-то один целый продукт. И диплэн это было бы замечательно. И плюс игрокам было бы в разы интереснее отыгрывать. Так, ага, там мы приехали уже в порт, я так понимаю, да? Блин, ты летел быстро из-за порта доехал, сколько там? По воде шпикачить до Бразилии. По воде шпикачить до Бразилии. Прям блин.. Чуеве, долго надо ехать, плыть, да, и чё-то я зацепляю. В реальной жизни я на себе банк проснёс. Так, значит, нам надо в геймплей попасть... Так, это... Это куда? А, это сюда, да? Это нам сюда. А мне надо... Вот сюда. Потому что ехать нам куда-то... Куда-то аж вот сюда. Поэтому, как бы, берём это направление и погнали. 25 часов пути мы будем. Поехали. Поплыть, оказывается. Вот, ребятки. И сейчас у нас будет Бразилия. Поиск нового маршрута. Как рано какое-то. Посмотрим на жизнь бразильцев. Изменение маршрута. Это Рио Гранде. Прибыли мы в Бразилию. Нас уже выгрузили. Как интересно. Почему-то в Европу я сам выезжал, а здесь меня уже выгрузили. Смотрим по карте. Почему-то дорога меня ведёт в объезд. Хотя, по сути, я могу срезать участок. Доехать до Монте-Видео. И с Монте-Видео фаромом переехать в Буэнос-Айрес. И с Буэнос-Айресом мне уже путь... Путь не лежит аж... Вот сюда. Ну ладно. Я не могу ещё как выезжать отсюда. О, ясно. Поверните направо. Поверните налево. Мне интересно, американские трагики будут, нет? Или тоже будут европейские? Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Сейчас убедимся в том, что у нас. Так. Ну, еще у меня 4875 километров. Не менее. И... Поэтому, я думаю, наверное, поеду по укороченному пути через Монтовидео. Да, бы быстрее все это было. Двигайтесь прямо. Да, европейские траги, что очень даже... Ну, здесь уже лежат бежачие полицейские есть. Приготовьтесь к повороту налево. Моё почтение, как говорится. Поверните налево. Поверните налево. Вот, Полина, в этом плане Бразилия, конечно, ничем не меняется. К сожалению, это очень-очень печально. Разработчики этой карты прям вот совсем не знаю. Может, это просто в городе, как бы, типичных стандартных, дефолтных зданий стоят. А где-то там, в сельской местности, может, что-то и по-другому. Но, блин, что-то мне подсказывает, что ничего такого не... Работчики карты вообще не... Геймплей на вообще карты меняют. То есть, вы делаете так же. И это очень-очень мне не очень тременно. Так, сейчас... Сейчас я сверюсь с картой, мне... Так, ага... Типа это куда? А, это в один конец. Я понял. Так. Мне на эту дорогу надо уходить. После пилота сам. Здесь мы поставим этот. А, нет. Мы пойдем по этой дороге. Да. Все, маршрут я выстроил. Начинаем движение. Просто не хочется делать лишний килограмм раш. Просто... Так, давайте, когда заправим, мы все покажем. Здесь варим. Транная направлась, конечно. Ничего себе, 68 рублей. Что и 96 рублей за литр, блин. Ну, что такое? Странно, почему-то у меня на рубли перестра... А, все правильно. Здесь у меня рубли. А, мы сняли. В американских. А, мы на обочем, ну, на евро. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прикольное... Прикольное сделано... Продолжение следует... 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 Прямо удивительные разработчики. Да, надеюсь, я по цене трассы доверечу пешеходу с коляской. Хе, было бы, блин, ума. Если честно. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо, затем поверните направо. Ну, блин, в Бразилии, как бы, большую часть преобладает искоместности. Помните, как это, в общем, на конкурсе. Интересная. Интересная мысль. О-о-о-о. Так. Ограничение 80, серьёзно? Да. А, ну здесь дороги ещё, я вспоминаю, своеобразные. Надеюсь, они не с Рос-Маку взяты. О-о-о-о. Поэтому и 8 лестёр, чтоб дороги. Вверх дном. Сделаны. Геймплей на это как бы всё замечательно, всё хорошо, но... Хотелось бы чего-то более, скажем так, рационально сделанного, чтобы было больше желания играть, а не просто тупо зашёл, взял грузовик с прицепом и похерачил. 1020 км в одну сторону. Ну, блин. Вот если бы разработчики добавили бы такой гид в пункт грузы, чтобы можно было бы не одну точку брать, а в одном направлении попутно ещё пять заводится. Блин, была бы вообще идеальна. Я вот вам гарантирую, было бы вообще чётко. Потому что, блин... Ты бы уже смотрел бы, ага, какой груз лучше взять? Этот или тот, или тот оставить, этот взять? То есть, уже бы думал бы, появился бы такой геймплей, что ты бы знал, блин, грузоподъёмность прицепа, уместимость прицепа. Ты бы уже распределял бы, ага, какой груз взять? Тот, который подороже, но легче? Или тот, который потяжелее, но ближе? То есть, как бы, блин, так уже игрок бы уже сразмерял бы возможности машины и заказы агентства. То есть, тут тоже появилась бы, блин, такая деталька, как развитие мышления у человека. Стоит не так, что просто, ага, взял, что попал, ну, как бы, что дали, то и повёз. То есть, механика совсем другая была. И я думаю, что сделать это, внедрить это в систему игры, блин, в принципе, не так-то уж и сложно. Просто, что об этом как-то никто никогда не задумывался, и эти мысли я сомневаюсь, что будут вообще кем-то произнесены вслух. Так-то так. Если вот кому интересно, моя мысль, ребята, напишите в комментариях, кто хотел бы играть именно в такой геймплей, чтобы можно было потрудно брать 3-4 груза и завозить, чтобы стоимость была разная и по весу, чтобы можно было брать грузы не только тупо загруженные, а с разными... Сравнивать там, там, вес груза, стоимость груза, ну, и расстояние, конечно, до точки груза. Вот, и посмотрим, сколько у нас таких вот энтузиастов. Да, нам надо искать ночлег, я так понимаю, примерно 18-30. Тяжело идёт... машинка. Тут сужение трассы... Тяжело идёт... Тяжело идёт... Тяжело идёт... Тяжело идёт... Тяжело идёт... А, теперь и город какой-то... Двигайтесь прямо. Вот в этом городке мы, наверное, заночуем, дорогие друзья, а в следующей серии уже поедем дальше. Город Бейндж какой-то. Интересно. Так, где нам тут на стояночку встать? А, вот здесь можно. А, нельзя. Блин. Так, а ну-ка. Посмотрим по карте. А, можно было, да, сказать, на этот. Ну, ладно. Ну, тогда сейчас проедем вот до сюда, вот здесь на заправке на стоянку и встали. Поехали. Нет, просто вообще не какие-то пришли. Надо будет сейчас почитать. Надеюсь, что я по срокам не упаздываю. Ну-ка, давайте, ребятки глянем, что там нам прислали. Так, желаете расширить. Уважаемый клиент, мы хотим поздравить вас с воском вашей компании. Успех вашей компании впечатляет нас. И мы рады сообщить, что с этого момента вы можете воспользоваться нашими уходами, чтобы покупать недвижимость практически мгновенно. Для получения дополнительной информации вы можете посетить страницу покупки гаражей. Ну, то есть я могу теперь необязательно заезжать в каждый город чисто по карте, я так понимаю, да? Да, могу чисто по карте, как в Бразилии, так и на континенте, в Европе покупать определенный гараж какой-то в каком-то городе, в котором мне больше нравится, и туда чисто закупать все грузовики, нанимать водителей спокойно и не беспокоиться о том, что у меня где-то кто-то, блин, что-то это, как говорится. Все будет на мази. Чисто кататься по двум катненентам и все будет на мази. Вот. Это, в принципе, норм. Мне нравится. Так что, ребятки, мы идем с вами успехом. Так, раз на свету. Ну, очень неинтересно ехать, ничего не видно. Не, не, не пейзавры, не, как говорится, не красот местных, поэтому поедем в следующую серию втреннем. Посмотрим, что у нас так получается. Что в Бразилии интересного, если какое-то разнообразие у Европы, потому что по геймплейной составляющей на каждом континенте, в каждой стране должны быть свои какие-то фишки интересные. У нас будет свой геймплей, своя культура, свои, так сказать, достопримечательности, что ли. Вот. Но я тут, по крайней мере, в данный момент, пока кроме разбитых дорог, никакие-то замечательности, по сути, не увидим. Поэтому, ребята, вместе с вами мы в следующей серии, в следующей части видео посмотрим на красоты страны Бразилия. И уже будем сравнивать плюсы и минусы. Вот ты, блин. И уже в следующей части будем с вами любоваться красотами Бразилии. На этом на сим отклоняюсь. Спасибо вам, ребята, за просмотры. Ставьте лайки, кому нравится. Вот. Вот. И уже вместе с вами, надеюсь, вы услышали мою мысль, которую я хотел до вас довести. И думаю, что многие из вас поддержат меня и обратят внимание разработчиков игры SKS о том, что надо бы, наверное, как-то геймплей разнообразить в плане доставки кругов. Потому как, по сути, все мы уже привыкли брать один груз и везти его куда-то дальше, в одну точку. Но было бы намного интересней, ввиду того, что очень много городов, да, если, к примеру, сделать сборки карт, там, из разных регионов, там, брать юг России, там, Казахстан, Восток, то есть, Сибирь, наша необъятная странная Россия. Вот. Было бы намного интересней брать несколько грузов в сборную и доставлять по одному направлению, как, 5-6 городов. Вот. Всем спасибо за просмотр. Жду вас за просмотр на следующем видео. Вот. За всем отклоняюсь. С уважением. С вами был Алексей. Спасибо.